Друзья, друзья, знакомые, знакомые Увидели это на видео, себя увидели, услышали себя на аудио и поняли, что у них не всё в порядке, не всё так благополучно, как хотелось бы. Возможно, дикция немножко хромает или голосовые данные их не очень устраивают. В общем, что-то не так. И какая первая мысль у человека, который в вопросе, как развивать голос или речь, не очень много знает? Как правило, это вбивается какой-то запрос в поисковик, находится некое видео, где какая-нибудь, например, маститая телеведущая рассказывает в очень быстром темпе скороговорку про какого-нибудь там лигурийского регулировщика. Человек делает вывод, что это и есть, собственно говоря, лучший способ для совершенствования речи, потому что совершенствование дикции и речи, как правило, связано именно со скороговорками. Однако, на самом деле, прежде чем выдавать такую тираду в быстром темпе, телеведущая наверняка занималась совершенно другими упражнениями. Очень важно правильно направить вектор, собственно говоря, куда копать, что именно нужно делать для того, чтобы устранить какие-то свои недостатки. Люди порой прилагают усилия, тратят время, но не достигают желаемого результата из-за того, что у них неправильно направлен вектор. И в этой связи мне вспоминается одна комическая история из какой-то комедии, когда сокамерники, находясь в местах не столь отдаленных, решили выкопать туннель на свободу. Они нашли, где его копать, они нашли, чем его копать, они даже нашли место, куда и как выгружать землю, которую они будут вырывать. Но они не знали направления. И поэтому, когда они, наконец, вынырнули из-под земли, они оказались просто на другой, но тоже огороженной территории. Так вот, прежде чем начинать занятие, установите вектор, узнайте, что именно нужно делать с вашей проблемой для того, чтобы от нее избавиться. Вторая ошибка, которая тоже очень часто встречающаяся, когда человек начинает все-таки заниматься, находит какие-то видео, возможно, бесплатные курсы или другие видеоуроки в сети. Это, как правило, бывает в сети, через сеть, да, то различные педагоги предлагают различные способы, методы для достижения определенного результата. Люди очень часто скептически относятся к каким-либо способам или методам. И думают, нет, это мне не подходит. Но вот у меня, например, была одна ученица, которой, когда я предложила ей делать упражнения с сонорными согласными, почему-то ей эти упражнения не понравились. Вот почему, не могу точно сказать. Но она сказала, нет, а мы можем обойтись без этих упражнений. И, конечно же, в обход этих упражнений результат было достичь гораздо сложнее и дольше. Это вот неверие в предлагаемые методы, методики, да, оно, скажем так, такой прагматизм некий, он часто тормозит. К примеру, я предлагаю на страницах своего сайта некую технику, да, медитативную технику. Леня Рассоловский – это такая частотная медитативная техника, да, то есть какое-то музыкальное произведение, написанное в определенных частотах, которое влияет. Кстати говоря, вот частотные исследования, есть целый большой институт, который занимается этими исследованиями, они влияют на различные органы нашего организма. И вот Леня Рассоловский для различных органов нашего организма пишет специальные вот эти вот музыкальные произведения в определенном частотном диапазоне. Люди, которые как бы не знают, глубоко не копали, они не понимают, каким образом вот эти музыкальные произведения могут улучшить состояние их голоса речевого аппарата. Но, по большому счету, нам не всегда важно понимать, каким образом. Ну, электромагнитные волны, они же есть, да? Нам же не обязательно понимать, как они работают. Мы достаточно свободно пользуемся телевидением или интернетом, которые, собственно говоря, за счет этих электромагнитных волн и работают. Вот зачастую нужно просто принять на веру те методы, те приемы, которые специалисты предлагают для решения той или иной проблемы. Ну, вот в частности, по совершенствованию голоса и речи. Ну, и третья ошибка, о которой хотелось бы упомянуть, это, собственно говоря, выбор мастера, да? То есть педагога, которому вы доверяете и разработками которого, методиками которого вы собираетесь воспользоваться. Часто люди подходят к этому с точки зрения крутизны, да? Вот я буду говорить, что я учился у крутого какого-то мастера, да? И, соответственно, я получу крутые такие хорошие быстрые результаты. К сожалению, это далеко не всегда одно соответствует другому. Человек может быть прекрасным специалистом, прекрасным оратором, к примеру, или хорошим певцом, да, сам, хорошим исполнителем, но при этом абсолютно не имеет никаких знаний по психологии и педагогике. То есть одно дело уметь это делать хорошо, да, самому, другое дело уметь кого-то научить. И если мы в работе с учениками, с нашими участниками тренингов, вебинаров, мастер-классов не учитываем какие-то индивидуальные характеристики восприятия, переработки информации, того, какая стартовая ситуация, да, вот стартовая позиция, стартовые данные у человека, да, то очень сложно всех подровнять под одну гребенку. Одному одно упражнение, как по маслу, и все идет быстро и хорошо, другому другое упражнение. Хотя, в принципе, они направлены на одну цель, на один результат. Поэтому, начиная заниматься, упражнения какие-то получая по развитию голоса, речи, по мастерству общения, по ораторскому искусству, всегда помните о том, куда нужно направить вектор, приложить усилия, да, для того, чтобы быстрее и лучше достигнуть результат. Второе. Доверяйте, если вы уже выбрали мастера, с которым вам комфортно, которому вы доверяете, да, посмотрите, доверяйте его методикам и его рекомендациям. И третье. Вот при выборе мастера будьте очень внимательны, для того, чтобы ваши занятия были и легкими, и продуктивными, и чтобы вы получили максимально быстрый и хороший, удовлетворяющий вас результат. Ну, не прощаюсь. Увидимся. С вами была автор, ведущая и тренер обучающего интернет-проекта «Ветер перемен» Елена Литвиненко. Продолжение следует...